В конце ноября 29-го года было создано управление механизацией и моторизацией Красной Армии с самыми широкими полномочиями. Было решено обратиться к зарубежному опыту. И вот в канун Нового года группа сотрудников отправилась в зарубежную поездку. Делегацию возглавил начальник управления Иннокентий Халебский. Задачу предстояло решить непростую. Найти перспективные модели боевой техники, закупить и отправить в СССР образцы танков, бронемашин, тракторов и автомобилей. Обязательно с технической документацией. Германию советские военные специалисты проехали транзитом. По международным требованиям, после Первой мировой войны разработка вооружений на предприятиях этой страны официально не велась. Франция тоже не предложила ничего интересного. Здесь уже несколько лет модернизировали легкий танк Ренов. А советских инженеров интересовали принципиально новые подходы к бронетехнике. Не нашлось таковых и в Чехословакии. Военная промышленность этой страны была достаточно развитой. Но здесь особое внимание уделяли разработке авиационных моторов. А вот в Англии удалось закупить и отправить в Москву образцы легкого танка Виккерс 6 тонн. Приобрели и лицензию на его производство. Комиссия Халевского первая оценила качество британского танка. И в июле 1931 года в Советский Союз были отправлены 15 шеститонников.